Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Дорогие друзья, сегодня я бы хотел еще раз поприветствовать тех, кто сегодня пришел именно на этот матч и немножко рассказать вам о том, какую славную историю живет и проживает наш клуб под названием Чита. Ваши аплодисменты! Клуб был основан в 1974 году. Заслугам успеха той команды принадлежит заслуженному тренеру России Александру Петровичу Ковалеву. Аплодисменты! Под его руководством команда провела 600 игр, одержав более 300 побед. И в 2006 году в «Локомотив» был реорганизован футбольный клуб Чита. И сейчас мы хотели бы сказать, что этот матч имеет еще одну подоплеку. Дорогие друзья, все средства, собранные с продажи билетов этого матча, пойдут в помощь нашей с вами землячке. Сегодня у нас не просто матч, у нас сегодня матч благотворительный. Давайте этому факту тоже поаплодируем. Дорогие друзья, сегодня вы станете участниками и первыми услышите новый гимн футбольного клуба Чита. Аплодисменты! Вы понимаете, когда есть какая-то идея, и она внутри тебя живет, и хочется ее реализовать, творческий процесс идет достаточно быстро и продуктивно. Мы как группа болельщиков, как группа людей, которые переживают за дела своего клуба, хотят какого-то развития забайкальского спорта и футбола в частности. Но для нас это было делом, в принципе, делом чести записать такой боевой, очень настырный, не знаю, как сказать, спортивный гимн, посвященный любимому клубу. Ну, за музыку, слова, за написание, аранжировки отвечал я, но, соответственно, исполнитель гимна Андрей Панков из известной читинской рок-группы «Махры». Но, соответственно, у нас было несколько человек, которые обрабатывались за общий результат. У нас задача одна – воспитывать футболистов. Как вы знаете, у нас молодые футболисты. Они практически год-два как вышли из детской школы, еще многому и многому научиться. Задача – подготовить футболистов для первой, конечно, команды. Ну, и вообще, чтобы ребята продолжили свою карьеру. Начав неплохо, первый тайм, первые 30 минут, имея хорошее преимущество, создавали несколько моментов, не смогли их реализовать. И, как обычно бывает, пропустили контратаку и получили гол. Ну, и, несмотря на это, все равно было 2-3 момента, из которых можно было забивать гол, не получилось. Ну, страдает у нас реализация моментов. Будем готовиться к следующей. И, конечно, обидно проигрывать стартовые матчи при неплохой поддержке болельщиков. Но это футбол.